Когда мы говорим о незаменимых жирных кислотах, в основном мы имеем в виду два вида — омега-6 и омега-3. Обсудим сегодня и те, и другие. Есть большая проблема. Пропорция потребляемых людьми омега-6 и омега-3 невероятно сильно нарушена. У среднего американца это 20 к 1, а иногда и 70 к 1 или больше. Масла из семян, которые вошли в наш рацион, — это относительно новый продукт для человека. Их называют растительными маслами, но они сделаны не из растений, а из семян. Всё началось в 1866-м с хлопкового масла. До того момента хлопковое масло использовали в качестве заправки для масляных фонарей и смазки в разных механизмах. Но потом у кого-то возникла гениальная идея превратить его в пищевой продукт. Вся информация взята вот из этой книги «Революция в традиционном питании» от доктора Криса Кноби. Это замечательная книга, где можно найти полную информацию о маслах из семян, а также о том, как они влияют на наше здоровье. Хочу зачитать отрывок со страницы 30. Что касается хлопкового масла, в журнале «Популярная наука», в номере, который вышел на рубеже 20-го века, была дана оценка хлопковому маслу в одной фразе. То, что было отходами в 1860-м, удобрением в 70-м, кормом для животных в 80-м, превратилось в продукт питания в 90-м. В нашем окружении полно разных отходов, которые каким-то образом превращают в пищу. Даже токсичные источные воды перерабатывают в так называемые биосолиды, используя их затем как удобрения. На кухнях, в ресторанах используют переработанный жир. Но не будем отвлекаться от темы. Вернемся к пропорции омега-6 и омега-3 жирных кислот. Нам нужны незаменимые жирные кислоты обоих классов, но не так, чтобы нарушалась пропорция. Что же касается качества этих масел, в процессе их производства применяется растворитель гексан, продукт нефтепереработки, а также химическое ощелачивание, отбеливание, дезодорация. Кроме того, эти нестабильные масла многократно нагревают. И вот что действительно дико. Приблизительно от четверти до трети всех наших калорий поступает из таких масел и подобных вещей. Воспаление — уже наша главная проблема, а самые продаваемые лекарства — противовоспалительные. Когда воспаляются жировые клетки, это приводит к инсулинорезистентности. При этом с воспалением связано множество нарушений в работе митохондрий. Митохондрий — это источник большинства болезней. Хочу показать вам пару графиков. Здесь изображен рост потребления омега-6 жирных кислот. А на нижнем графике — омега-3 жирных кислот. Как видите, рост потребления омега-3 несравнимо меньше, чем омега-6. А здесь красным показан рост количества болезней сердца, а фиолетовым — потребление насыщенных жиров. Оно почти не растет, в отличие от потребления масел из семян. Это черный график. То есть мы заменили насыщенные жиры маслами из семян, исходя из ложной идеи, что насыщенные жиры — источник проблем, а ненасыщенные жиры — это решение. Ненасыщенные жиры действительно могут снижать холестерин, но они не защищают сердце. Есть много данных о том, что сильно переработанные масла из семян причиняют много вреда на клеточном уровне. Верхний график — общее потребление мяса, а средний — потребление красного мяса. Как видите, красное мясо сильно не растет, а мясо домашней птицы растет. Интересно. Потребление мяса растет в основном за счет курятины, в которой очень много омега-6 жирных кислот. Для сравнения, в мясе травяного от корма очень мало омега-6 жирных кислот. Это рост смертей от сердечно-сосудистых проблем. Он коррелирует с потреблением растительных масел больше, чем с потреблением сахара. Масла из семян есть в самой разной еде, и они практически всегда входят в состав ультраобработанных продуктов, другими словами, мусорной еды. Люди часто думают, что ультраобработанная пища содержит насыщенные жиры. Но обычно в таких продуктах есть лишь один насыщенный жир — пальмовое масло, и его там очень немного. При этом никто не говорит о маслах из семян в таких продуктах, о ненасыщенных жирных кислотах, очень нестабильных. Хватит об омега-6 жирных кислотах. Что насчет омега-3? Где её взять? Из рыбы, из масла печени трески, из печени трески, где, пожалуй, больше всего омега-3 жирных кислот, из сардин, промысловых моллюсков с ракообразными, но в мясе животных, которых кормят зерном, свинине, курятине и даже говядине зернового откорма, омега-6 жирных кислот намного больше. И это одна из причин, по которым многие переходят на говядину полностью травяного откорма. В ней омега-3 жирные кислоты. Больше рыбы в рационе тоже помогает. Итак, у нас есть омега-6 жирные кислоты и омега-3 жирные кислоты. Они проходят биохимические преобразования, чтобы стать чем-то полезным для тела. И ферменты, которые в этих преобразованиях участвуют, одни и те же и для омега-6, и для омега-3. То есть эти масла конкурируют друг с другом. Если в этом биохимическом процессе есть какая-либо проблема, например, нехватка каких-то кофакторов, вы получаете нефункциональные жиры и не получаете пользы от омега-3. Часть этих жиров становится бесполезной. Не поймите меня неправильно, нам нужна и омега-6, но не в таком количестве, и из гораздо более качественного источника. Кофакторы для этого процесса включают в себя магний, витамины В2, В3, В6, витамин С, А также, и это интересно, инсулин. Не забывайте, что у большинства людей инсулинорезистентность, то есть им не хватает инсулина. Поэтому им не хватает кофактора, нужного для этого процесса. Исходя из всего этого, я считаю, что если употреблять много масел и семян при инсулинорезистентности, это принесёт намного больше вреда. Если же убрать инсулинорезистентность при помощи низкоуглеводной диеты с интервальным голоданием, можно получить больше пользы от незаменимых жирных кислот, и они не будут превращаться в бесполезный жир. Важные компоненты омега-3 — это EPA и DHA. EPA в основном помогает при воспалении. DHA очень важна для когнитивных функций, внимания, концентрации, обучения. Главные источники — жирная рыба и рыбий жир. Есть также прекурсор, который превращается в EPA. Это ALA. Иногда в каких-то статьях можно прочитать, что надо есть больше семян льна, семян чия и грецких орехов, чтобы получить омега-3 жирные кислоты. Но все они содержат не EPA, а лишь прекурсор. Есть один очень важный тест. Он измеряет пропорцию омега-6 и омега-3 в организме. Так вы можете узнать, всё ли у вас в порядке. Этот анализ делают по капле крови, которую вы отсылаете на небольшой карточке, а вам присылают информацию о том, что происходит в вашем теле. Я рекомендую делать этот тест время от времени, чтобы исправлять эту пропорцию, если нужно. Подведём итоги. Регулярно ешьте промысловую рыбу — лосось, сардины и так далее. И в то же время ограничивайте омега-6 жирные кислоты в рационе, потому что никогда в своей истории мы не потребляли омега-6 в таком объёме и так сильно нарушая её пропорцию с омега-3. Внизу оставлю ссылку на книгу доктора Кнопби и на тест, если вы захотите его сделать, чтобы оценить своё состояние. Вместо того, чтобы получать с этого комиссию, я поделюсь этой комиссией с вами в виде скидки, чтобы вам этот тест обошёлся дешевле. Итак, ссылка внизу. Сделайте, и вы узнаете, как у вас дела. Спасибо. Если не смотрели моё видео о масле печени трески, стоит его посмотреть. Вот оно. Продолжение следует...